здравствуйте дорогие друзья с вами Валерий Бовсуновский вот вопрос который сейчас я поставлю стоит ли доверять современным рейтинга и рейтингом языков программирования или все же нужно подумать ребят я не собираюсь совершенно переставлять языки рейтинги доказывать там что что-то лучше что-то хуже я хочу всего лишь чтоб вы задумались над одним вопросом что время изменилось и время время сейчас извините что пишу не написал время изменилось вместе с тем изменилось изменилась роль языков и изменились стили написания языков а значит совершенно поменялись места языков в мире почему я пишу данное видео чтобы помочь новичкам при этом мне совершенно не хочется ни с кем спорить я просто выскажу свою точку зрения потому что я пусть немного с 2009 года занимаюсь программированием но сейчас я приведу неопровержимые факты именно которые вот я отслеживаю почему происходит изменение это поможет возможно новичкам ответить на вопросы какой язык изучать зачем я благодарен одному человеку пришел человек в школе в школу давайте прочитаем просто возможно так многие думают кто не сталкивался вот с веб программированием ну человек пишет дальше человек пишет влад зовут html java php собираюсь изучить и и python ну во-первых и вам дам да посмотрите пожалуйста мое видео она есть в описании этого видео то есть рассмотрение рассмотрение языкового программирования в зависимости от рынков и здесь вот четко показано что смысл звучать пхп и допустим джанга сейчас я я еще объясню ну смотрите вы дома не берете значит говорите давайте купим машинку там стиральную для кухни машинку стиральную для зала вы покупаете одну стиральную машинку вот новички зачастую путают именно здесь я рекомендую не спешить я ему написал ответ и написал принципе для школы я написал сейчас прочитаю дамы эту ссылку html согласен здесь нужно тупо нужно изучить для начала базу потом написать справочник устанавливайте драйвивер делайте визуально потом смотрите код джава ребят а джава сейчас поговорим в принципе в принципе джава лидер рейтингов до лидер лидер рейтингов изучения хорошо сначала я вам предлагаю почитать мое сообщение вы можете соглашаться или нет это мое время а это ваше понимаете ведь самое важное не потратить время жизни зря джава сначала нужно отвечать зачем он он вам нужен ребят а вот вы сидите за монитором а зачем вам джава зачем вам джава ладно не можете ответить думаем дальше например я занимаюсь программируем с 2009 года но до этого года я не мог столкнуть себя к джава с выходом котлил котлин я начал изучать котлин котлин это и есть жава то есть и начал уже работать жава вот на сегодняшний день только всю рутину делает за кулисами котлин теперь приведу пример с официального блога гугл вот кот на котлин а слева кот на джава ну что тут комментарии есть комментариев нет просто котлин делает то же самое что джава котлин это и есть следующий шаг развития джава только вопрос в том что всю рутинную работу он сделал за кулисами ну вот читаем дальше читаем дальше читаем дальше джава имеет очень большие ограничения пока пока компилируется все будет окей но как только в реальной ситуации не поступят данные то джава здесь пекается там нельзя указать проверки котлин это исправили и теперь действительно можно писать на котлин все что угодно все можно проверить на этапе компиляции показать языку что делать красота конечно сейчас тех кто изучает жава несколько лет я понимаю наставит там лайков этих то мне все равно я за них не болею мне для меня для меня важнее всего это в первую очередь чтобы человек задумался да хорошо ура джава первое в рейтинге вперед изучать ребята а зачем открываем компанию джет брайнс если сейчас еще немного сообщений открываем компанию джет брианс ребят но если вы собираетесь разрабатывать программы программное обеспечение, как вот эти прекрасные ребята, которых я просто обожаю, именно они разработали Kotlin, да, то Java для вас в том виде, в котором он есть. Почему? Потому что, когда вы делаете какую-то программу, если вы, допустим, работаете с Android Studio, то выходит новая версия, вы заметили, что она постоянно отправляет ошибки. Постоянно отправляет ошибки. То есть, да, Java, какая проблема Java есть, которая меня останавливала? Вот у нас есть программа. Смотрите, когда эта программа, вот как, допустим, графические оконные приложения, она имеет, то есть, четкие функции, четкие ограничения, ну, то есть, эта вот программа имеет кнопки там, функции четкие все. Тогда это Java на ура можно отладить. Если мы начинаем применять Java в натуральном языке, который сегодня есть, веб, тогда мне ответьте на вопрос. А что, в Instagram дураки сидят? Че ж они написали на Java морду приложение, а серверную часть на Python? Не разобрались? Так вот, я вам и объясню, почему. Все довольно просто. Потому что Java на этапе компиляции не может ничего проверить. Самая частая ошибка, вот я, когда я начал обучение Kotlin, вы столкнетесь, у Java есть одна самая частая ошибка. Не получил данные, и все. Не знаю, что делать. Так вот, давайте возьмем создание программы. Вот вы написали программу, да? Первый этап. Вот второй этап, вы ее компилируете. И она работает. Все. Отменно работает. Вот третий этап, программа уже в работе с обществом, сообществом, да? То есть тут уже люди есть, они нечто там делают. И вот здесь получается, если на этапе два программа работала корректно, ну и на этапе три данные шли-шли, если особенно взять там какой-нибудь свэп, да? Ну шли-шли, но не дошли. Все. Java спекся. Я понимаю, сейчас разработчики Java будут что делать? Обзывать меня, ребят, ну, хорошо, обзывайте, пожалуйста. Ну вопрос, что в этом, что вы мне скажете, да, мы в лохах посмотрим. Ребят, так это же получается, что когда мы начинаем отрабатывать программу, которая уже работает реально с людьми, грубо говоря, тестовый режим, если она сложная, то это затянется черноет на сколько. А если это технологии блокчейн, это непозволительная роскошь. Так вот, а что же произошло, когда появился Kotlin? Когда появился Kotlin, а Kotlin разработали эти прекрасные ребята Джет Брайанс, и Kotlin, допустим, он сразу же с первых дней, если мы посмотрим, его начали использовать в большие компании с первых дней. От чего это зависело? От того, что его разрабатывали люди, которые разработали такие прекрасные продукты, как Android Studio, как Pichar, как IntelliS, PHP Store, Pichar, ну, многие, да, вещи. То есть они на этом Java собаку, кота, дельфина, дельфина не будет неправильно, мамонта съели. И именно, что сделали эти ребята? Во-первых, они добавили многопоточность в язык. Раз, решили, да? Теперь, ребята, смотрите. Помните, я говорил, что меняют тенденции? Современные языки все многопоточные становятся. Уже поменялось, да? Сейчас я отвечу потом на главный вопрос. Второе, что они добавили? Они добавили нуль. Они добавили нуль. Нуль. То есть в данном случае я уже могу на этапе компиляции проверить, а как будут работать данные реально. Когда будут реальные люди? То есть указать, что делает Java. Ну, не пришли данные, значит, надо то-то, то-то сделать, да? То есть либо исключение, либо перенаправить, ну, нечто сделать, либо обработать. Либо я получу сразу же себе быстрое предупреждение, как мне это исправить. И это правильно. Я не буду лазить по логам. Ведь разница не в том, что, как я говорил ранее, что разработчики Java сейчас будут там меня хаять и говорить, мы в логах. Но ведь дело не в том, ведь ребята JetBrains действительно обалденные молодцы. Они ведь это понимали. Они ведь это поняли. И они, разрабатывая команды столько продуктов, воплотили мечту, чтобы Java стал настоящим языком. И что приросло? И приросли крылья! Да, ребята, это я не вру. У Kotlin выросли крылья. У Java крыльев нет. У Java был просто Java. А Kotlin это следующий шаг Java. То есть, по сути дела, Kotlin мы перегоняем Java, Java в Kotlin, они полностью компилируются друг друга. И при этом в Kotlin мы можем писать на чистом Java, использовать в библиотеке Java. Но у нас появляются возможности, у нас появились крылья. Сейчас я поясню, что это такое. У нас появились ноги. Java это был колобок. Я же вам не зря спрашивал, почему Instagram написали на Java морду, да, мобильную, а серверную часть не написали. Не рискнули. Так вот, так как появился ноль, то Kotlin стал полностью адаптирован под веб-разработку. И начали делаться как типа поджанга уже фреймворки. То есть, теперь на Java, грубо говоря, мы можем разрабатывать сайты, писать блокчейн-приложения, все что угодно. И это будет работать быстро, надежно, классно. Благодаря вот этим ребятам, которые 6 лет, при этом структура языка очень четкая. А теперь давайте посмотрим, стоит ли винить Java. Ребята, это не мои сейчас будут слова, а ребят с архитектора языка Kotlin, да. Вот как они сказали. А это было время, когда разрабатывали Java, C++, C. Ведь это было время, вспомните, ребят, вы кто молодые, не вспомнят, когда пытались написать язык для всего. Вот тогда. Но, вот смотрите, пытались для всего язык. Да, это было время, и оно было вплоть до начала двухтысячных, даже позже. То есть, тогда еще не был по всему миру развит интернет. Не было опыта. Зачем что? Просто писали язык, который нечто делал. При этом рынок распределялся так. C++ делала Microsoft. В принципе, они разрабатывали Windows, и под нее писали C++, и так он родился, да. То есть, вот такая была ситуация. C вообще, это прекраснейший язык. Ну, сейчас мы поговорим. Но это мой первый язык. Но я им за 9 лет ни разу не воспользовался. Это новичкам вопрос. Спросите себя, в первую очередь, что вам нужно. Я отвечу на эти вопросы. Это прекраснейший язык. Но они начинают занимать совершенно свои места. Так вот, C был написан вообще когда-то как военный язык. Написан, как это язык больше процедурный. И начали на нем нечто писать. Сегодня эти два языка занимают совершенно определенное место. Если мне бы сказали, слушай, а ты возьми, там, на C-sharp и напиши сайт. Я скажу, ты что, дурак? Я что, бля, сейчас... Извините. Я что, сейчас буду два года терять на сайт? Да мне джанга лучше взять за час слепить. И будет работать так же быстро. Просто вот эти два языка заняли положение на сегодняшний день. Каких? Для написания других языков. Тот же C для написания драйверов. И это отпадает, ребята. Время идет. И это отпадает. Сейчас докажу. Опять не мои слова. Го. Мы не включили сюда Го. Хотя он мне не нужен сейчас. Я точно знаю. А вы не знаю. Включим. Пусть будет где-то здесь Го. Открываем YouTube. На чем написано YouTube? Да нечего тут думать. На Пайтоне он написан. Источник Марк Лутс. Что пишут сами Google? На блоге я читал. То есть они оставили его на Пайтоне. Потому что это удобно. YouTube. Но оснастку начали переделывать на Го. Оснастка. То есть грубо говоря структурная часть. Зачем же Google разработала Го? Потому что по их объяснениям. Представьте. Google написан на куче языков. Больше 10. И когда начинается обновление. Один язык так раздевается. Второй так. Несостыковки. Абсолютно невозможная трудная поддержка. Google. Когда был создан Google. И переосмыслен. Уже писали тогда язык Го. После переосмысления. То есть в наши дни. Да. Начали пересмысливать. А какой мы хотим видеть язык? А мы хотим большие веб сервисы. Поддерживать при помощи всего одного языка. Они в язык заложили сразу удобную структуру URL. Они сразу HTML. Все эти библиотеки вложили в язык. То есть теперь нет необходимости заменять. И по сути дела Го схватили большие компании. Чтобы написать эту оснастку. Вот YouTube в данном случае что они сделали? Они всю оснастку которая была написана на куче языков. Переписали на Го. И YouTube поставили на Python. Сам YouTube. То есть теперь два языка. Удобно. Классно. Красиво. Легко. То есть получается все ранние языки которые обслуживали YouTube. Они уходят потихоньку в небытие. Они уже не будут применяться раньше. Им надо было в Google тот же C. Потому что надо было. Один язык не стыковался с другим. Надо было писать драйвер. Вот это все освобождается. Поэтому в принципе начинают занимать место C++ и C. Это в принципе для написания библиотек. Для написания драйверов. Для написания каких-то систем. Но именно те которые будут составлять основу чего-либо библиотеки которые писать. Вот вы новичок. Сидишь ты новичок перед экраном. Только что пять минут назад прочитал. Что изучаете C++. И я тебя новичок. Или девушка новичок. Или парень новичок. Спрашивают. Ты что завтра будешь писать библиотеку. Для того чтобы я например со своей школы ей пользовался. Не будешь. У тебя опыта нет. Поэтому я не отговариваю тебя изучать C++ или C. Я тебе говорю что. Когда придет время. Ты накопишь опыт. И возможно ты скажешь. Да. Мне есть что сказать миру. Я бы хотел. Вот то что я накопил. Свести в библиотеку. Тогда скорее всего ты выучишь C++. И изобразишь это в виде языка в библиотеке или чего-то. Поэтому ответ на вопрос нужен ли новичку C++ или C очевиден. Теперь вопрос. Помните я говорил про Java. Это было то время когда пытались написать язык для всего. Это слова архитектора языка Котлин. То есть и само собой соображение команды Джет Брайенс. Но вот что они сказали дальше. А сегодня. Вчера. Вчера. Это я беру там 90-е годы. 2005. Вчера. Вчера. Сегодня. Сегодня. Сегодня я беру. На сегодняшний день. Сегодня 2018 год. 30 мая. Но я за сегодня буду считать лет 6 назад. Грубо говоря 2010-2012 год. Как раз развитие Facebook, Instagram. То есть таких серьезных вещей. Так вот. Смотрите. Такие вещи. Вчера еще. Еще. Не было представления о том. Что такое массовый интернет. Как это в нынешнем виде сегодня. Развитый Google. Далее. Есть. По телевизору. Приводят примеры. Уже. И YouTube. И того. Хотя в 2009 году. Я же не говорил. Вот видишь. Иногда рассказывают. Что вот. YouTube. А это будет становиться больше. И мы программисты. Будем больше востребованы. И это сегодня произошло. Поэтому я и начал в 2009 году изучать язык программирования. И вам не поздно. Так вот. Вчера пытались написать язык программирования для всего. Это языки. Java. Java. Это язык программирования. C. Это язык программирования. C++. Тогда у вас остается вопрос. Да. Их написали давно. А почему они востребованы? Это тоже очень хорошо. Я нашел два разных мнения. Да. В свое время. Это JetBrains и Google. А вот вам успех Java. Язык привязан к платформе. Ребята. Ведь все просто. Если язык привязан к платформе. Значит язык. Платформа внедрена в компьютер. И значит язык будет долго-долго жить. И он живет. Так вот вам ответ. Почему. Вот почему я Kotlin сразу взял. Во-первых. Это Java. Теперь нормальный. С крыльями. С ногами. Как мы говорили. Во-вторых. Официально. Привязан. Как официальный язык. К платформе Android. То есть 100%. Пока есть платформа Android. Будет жить Kotlin. Как официальный язык. Значит развиваться будет. Значит можно с ним работать. Ребята. Это значит. Я изучаю сегодня язык. Который в будущем. Будет тоже востребован. Ведь вы не задумывайтесь. Потому что много из вас молодежи. А мне ребят 45. Я не могу себе позволить сегодня ошибиться. И сказать. Ай ну изучу этот язык. Вот в принципе. От чего я. Почему я начал записывать это видео. Да. Когда. Я рассказал вам. Сейчас секунду. О парне. Который собрался изучать совершенно. Возможно не нужные ему вещи. Я просто ему сказал. Стоп. Стоп. Ты подумай. Пожалуйста Влад. Да. Вот с чего мы начали. Тогда следующий вопрос. То есть Java. Привязан к платформе. Берем себе. Следующее тогда. Что если язык привязан к платформе. То он будет жить. Kotlin. Это следующий этап Java. А теперь возьмем Python. Ребят. Я Python. Он занимает то третье. То пятое место. Но я выношу Python просто отдельно. Если вы возьмете в интернете. Ну вот сегодня я работаю с блокчейн. Если возьмете блокчейн Python. То вы обязательно найдете уже много библиотек. Теперь ответ. Вот вы новичок сидите и думаете. А какой язык выбрать. Ребята. Вот скажите пожалуйста. Вы идете на огород. И вы точно будете скапывать грядку. Скажите пожалуйста. Вы будете мучиться. А что мне взять. Лопату или черпак. Что вы возьмете. Правильно. Лопату. Так вот и здесь вопрос очевидный. Запомните самую простую вещь. Что Python. Это палочка-выручалочка. Что бы ни происходило в мире. Машинное обучение. Кстати там Python фаворит. Лица. Там Python фаворит. Что бы ни происходило в мире. Везде Python делает свои библиотеки. Почему. Потому что это удобно. Потому что он был удобно. Удобно. Именно сделан. Как язык. Расширяемый. За счет библиотек. То есть по сути дела. Это ему дало возможность. Никогда не устаревать. Разработчики. Работают над увеличением. Библиотеки ширятся. И язык идет. Во многу со временем. Будет ли он долго жить. Ребят. А сегодня большая часть университетов. Переходит на Python. И я это считаю. Что для государства это важно. Допустим у нас. По старинке все изучают. Там basic. А представьте. А если в школах вести официально Python. На Python. Мы во первых человек быстро учатся. Во вторых это готовый программист. Который к 10 классу мог бы писать. Тогда и страна будет быстрее шагать. Именно так я услышал. Когда читал доклады. Почему универы. В основном пока американские. Перешли на Python. Потому что он легок. Он удобен. Но в умелых руках. Это мощнейший инструмент. Который использует NASA. Который использует машинное обучение. То есть это язык палочка-выручалочка. Нет равных Python написания серверной части. Почему же тогда Instagram выбрал Django? Да потому что головной боли не было. Там сайт сделал и забыл. Все. Надо что-то добавить. Дописал либо взял библиотеку. Легкая расширяемость. Поэтому Python я ставлю. Как удобная реализация. PHP. Ребят. Я бы сказал сегодня так. Что спасибо. Этому прекрасному. Доброму. Старому PHP. Но в любом случае. Как бы вы ни крутили. Это этап развития. И он пройден. Вспомните что я вам читал. Представьте вашу комнату. Вот сидите вы в комнате. А сейчас уберите оттуда все тумбочки. Уберите все. И просто все сбросите на пол. Это есть PHP. Это был такой момент. Сейчас я объясню почему. А теперь. Когда у вас все лежит на полках. Это и есть Жанга. Все разложено. Легко объяснить PHP и его появление. Будет ли он жить. Да ребята будет. Потому что много проектов написано на PHP. Я вижу много переписывается на тоже Жанга. Но многие большие проекты просто. Ну нет возможности и денег. Поэтому придется поддерживать на PHP. Он будет жить. И тем более. Так что будет работать этот язык. А вот что произошло. Вчера. Это берем. Конец 90-х. Начало 2000-х. Не было такого интернета развития. И был HTML. Страницы были очень большие. И по сути дела. Как язык он не задумывался. Какая была цель. Она и сегодня единственная цель. Цель PHP просто-напросто выводить. Если написать 10 страниц на всех HTML. И везде продублировать. То эти страницы долго открываются. Проще было написать PHP язык. Где ставлено две строчки кодом. И предполагается что выводится весь HTML. Вот и все. Его цель была выводить HTML. Просто он развивался. На тот момент. Пока. Не было людьми востребовано что-то серьезное. Как сегодня требуется. Большие вычислительные ресурсы. То есть люди делали блоги. Все прочее. Вы скажете Facebook. Да Facebook. Но вы не знаете что Facebook пытались два раза переписать. Бесполезно. Не получилось. Чем заплатил Facebook. У него конечно денег много. Раздутостью серверов. Малая мощность языка вычислительная. Поэтому единственное что они делают. Это строят большие дата центры. Это невыгодно. Если вы маленькая компания. Вы вылетите в трубу. Так вот. Пока были нужны блоги. Он PHP подходил. На сегодняшний день. Когда родился блокчейн. Когда пошло машинное обучение. Просто PHP не может выполнять эти задачи. Вот тут пришел Python. Это пришел в одежке Python. Старый, добрый, мощный. C. Java. Ведь Python написан в основном на C. Ну и на Java. На разных C подобных языках. И начали выполнять эти задачи. Сегодня то время. Когда надо большие вычислительные возможности. Когда надо точность. С этим очень классно справляются Python тоже. Который написан на C. C++. Java. На этих вот языках. Да. Но в основном на C. Про гомы говорили. PHP говорили. То есть отговаривать не буду. Для меня это прошедший этап. Если подумаете про комнату. Когда начнете изучать джанго. К PHP вы все равно не вернетесь. Потому что просто будете понимать. Что одно дело. Вот вы копаетесь в огородике. И у вас лопата. А рядом супермаркет. И с открытыми дверями. Да. И там можно взять трактор. Все что угодно. Но ведь вы смотрите и думаете. А я не могу. Потому что мне надо открыть дверь. То есть если вы на PHP. То вы как в этом вот огороде. Кислопатой и останетесь. А если вы в супермаркет. То это считайте вы Python взяли. А там тысячи библиотек взяли. Пригнали трактор. Все очень просто. Надо вам Python совместить. C++. Пожалуйста. Вы сделаете C. Пожалуйста. Java. Пожалуйста. А на PHP так ничего не получится. Почему? Потому что я говорил. Python изначально написан на C подобных языках. Поэтому с ними легко истыкуется. Еще раз напоминаю. Теперь. Именно поговорим. Еще раз обращаю на вот это видео. Которое я говорил. Добавлю. Да. Ребят. Посмотрите. Не хочется пересказывать. Подумайте. Я здесь пытался рассказать что. Что надо думать о языке. Не как думает новичок. Вот я хочу написать программу Попугай. Например. Да. И под нее подбираю язык. Я тоже когда-то думал. Когда у вас появится опыт. Вы начнете подбирать язык. Язык. Под рынок. Вот я например. Мне интересен блокчейн. Мобильный рынок. Веб рынок. И получается. Посмотрите это видео. Да. Ссылка в описании. Получается. Что допустим. Я не стану тратить время. Если я изучаю Python. И взять и PHP изучить. Для меня то это глупость. Это грубо говоря. Давайте сначала копать здесь. А потом где нужно. Но это же глупо. Я не позволю себе время тратить. Потому что здесь есть жанга. Либо если бы не надо было PHP. Ну надо вам работать на PHP. Значит изучаете только PHP. Вот. Второй момент. Мобильный рынок. Мне он очень интересен. И сегодня я начал. Работаю с Kotlin. Я четко понимаю. Что Python мне дает. Машинное обучение. Веб рынок. Серверную часть. Kotlin мне дает. Классные. Надежные. Мощные. Мобильные приложения. Наконец-то я зацепил. И изучаю Java. То есть. По сути дела. Вот эти три языка. Мне дают. Четкое понимание. Что в будущем. Мои. Значатся языки. И я вместе с ними. Значит буду востребован. При этом. Я в том видео объяснял. Что когда вы изучаете два языка. Как я рекомендую. Вы начинаете работать на отличиях. И. Начинаете легко понимать. Два языка. И при чем глубоко. У вас снимается. Тот страх. Который есть у новичков. Что как бы выучили. Хотя бы один язык. Языки все похожи. Только по разному записываются. Но имеют. Одни и те же элементы. Все языки имеют типы данных. Немножко по разному называются. Но. В каждом языке. Допустим. Есть строка. В каждом языке. Есть функция. Поэтому. Изучение двух языков. Открывает вам путь. Что. Допустим. Если вам надо Go. Вы просто берете. Потом на нем и пишете. Когда вы знаете. Хотя бы один язык. Хорошо. Про GC я промолчу. Один из самых популярных языков. Я его не люблю. Честно скажу. Хоть вы меня. Что хотите делайте. Язык классный. Язык прекрасный. Если вы будете читать профессионалов. То каждый профессионал будет писать. Так. Примерно. Это. Классный. Но. Непредсказуемый язык. Как только что-то поменялось. Он будет себя вести по другому. Да. Я его тоже использую. Но. Я не питаю надежд. Что. Вот. GC это все. Да. Да. Он удобен на картах. То есть. В любом случае. Каждый разработчик. Из разработчиков. GC будет сталкиваться. Это хочешь не хочешь. Ну. Потому что это надо. Но. Опять надо понимать. Что это язык. Который. Довольно непредсказуем. Который может себя. В разных ситуациях. Он не будет вести. Вот. Пайтон. Понимаете. Вот. Он работает. Вот так. И ты хоть кол на голове чеши. Но он отработает. Именно так. И в этом нет сомнений. GC так не получится. У вас чуть-чуть изменится. Окружение. И. Что-то. Извине. Да. То GC уже будет по-другому работать. Почему. Потому что он завязан сразу на других нескольких языках. Таких как. Не языках. А вот гипертекстовой разметки. HTML. CSS. То есть. Ему приходится. Немножко другой механизм. Поэтому я говорю. Каждый из них столкнетесь. Да. HTML. Я тут. Не упоминаю. Потому что это не язык. А гипертекстовая разметка. Она нужна. Всем. Да. Кто работает. Вообще. В интернет. Теперь. Ребята. Вы задайте себе вопрос. Когда пришло время. Когда пришло время. Что. Действительно. Ведь начали писать языки. Последние годы. Уже. Не для всего. Гонно писали. Уже конкретно. Для поддержания. Больших веб систем. Да. На нем можно делать программы. Да. На нем можно делать. Ну. Практически все что угодно. На нем можно даже написать там блокчейн. Но. У языка есть приоритет. И. Google. Его писал для себя. То есть. Поддержка больших веб систем. Легко и просто. Kotlin. На нем. Можно написать. Тоже все что угодно. То есть. На нем можно написать программу. Игру. Но. Все таки. Приоритет. Мобильные приложения. Но. Кроме этого. Он четко справляется. С серверной частью. Полностью. Да. То есть. Открывается. Возможность. Написать на Kotlin. И мобильные приложения. И серверную часть. А значит. Вы можете написать полноценную игру. Почему? Потому что. К Kotlin. Вы можете добавить любую библиотеку Java. То есть. Все что угодно. Вы можете написать на Kotlin. Я хотел ответить на вопрос. Именно. Стоит ли доверять современным рейтингам. Немножко наверное. Может быть не так. Я не хотел никаких там провокаций. Но действительно. Я хотел чтобы вы задумались. И ребята которые начинают изучать. Что. Прежде чем бежать изучать побольше языков. Сначала ответьте на вопрос. Себе зачем мне это. Хотите скажу простой выход. Начините с Python. Точно не прогадаете. Девять лет я с Python. И ни разу не пожалел. Ни разу. Потому что. Это палочка-выручалочка. И она у вас в кармане. Это как песня. Пройдет где хочет. Напишет все что угодно. Я рекомендую. Также обратить внимание. Ведь время. Роли языков изменилось. Мы с вами рассуждали. Что сегодня. Допустим. Действительно. Можно. Вчера. Си и Си плюс плюс. Занимали одно положение. Но сегодня понимание людей. Интернета. Уже имеется четкое представление. Гугл имеет четкое представление. Мы имеем. Кто-то понимает. Кто-то работает с соцсетями. Кто-то работает с веб. Но у каждого есть понимание. Поэтому изменилась. И роль языков. Если раньше мы. Разработчики не понимали. Вот не было инстаграма. То есть не понимали. Что там. Дашенька там с пятого класса. Вот у меня сегодня Пайтон изучают люди. Ну мне пишут их родители. Что дети шести лет понимают. Там шести лет Дашенька. Сегодня берет. И пишет код на Пайтон. Это офигеть. Если бы мне сказали это. Да мне в школе приносили два калькулятора. Да. Это считалось чудом техники. Тогда. Вот. А сегодня Дашенька. Она пишет на Пайтон. То есть. С Дашеньки растет программист. Который сегодня смотришь. Тыкает. Тыкает. Кнопочки. Там. Инстаграм. А завтра она напишет. Приложение. И просто родители будут офигевать. Откуда у Дашеньки миллионы. Ну потому что она просто начала программировать. Если ранее. Когда. Еще раз повторюсь. Когда. Не было разработчиков. Не было мирового сообщества. Некуда было опираться. Понимаете. Раньше. Вот смотрите. Раньше не было точки опоры. Вот смотрите. А точка опоры. Мы берем потребность. Потребность. Именно как потребность. Раньше она отсутствовала. Раньше. Была точка опоры. Допустим. Майкрософт. Вот я сейчас покажу. Да. У Майкрософт была точка опоры. Их система. Да. Именно винда. Винда. И опираясь на винду. Они уже изобретали этот C++. То есть. Какое отношение C++ имел там допустим. К разработке там инстаграм. Ну или там. Я говорю в сервисах. Никакого. Он имел отношение к винде. Почему? Потому что. А он не мог иметь. Не было сообщества. Не было инстаграмов. Не было фейсбуков. Не было гугла. Не было яндекса. То есть. Не было тех групп людей. Которые. Именно. Воплощали в жизнь потребности сообщества. Вот сегодня. Все что не происходит. Ребята. В мире. Да. Все. Все выливается в мобильное приложение. Это сегодня наша реальность. Раньше такого не было. Раньше. На тот момент. Вспомните. Когда Билл Гейтс говорил. Говорил. А мы. Придет время. Будем смотреть кино. Музыку. По. Компьютеру. На что крутили у виска. Да. Ребята. Крутили у виска. Крутили у виска. Для нас. Для вас. Особенно молодежи. Сегодня это нормально. Открыл. Фильм. Посмотрел. А я ведь помню. Когда. До двухтысячных. Дошли слухи. А в Японии. Где-то. Разработали диск. А вы знаете. Что. Скоро. Можно будет. По телефону. Видеть. А я иду. И думаю. Есть. Твой раз. Ну вот. Ну. У меня. Представление. Было какое. Домашний телефон. Второе. Будка. На почте. Ну. Я захожу. В будку. Там такое. Окно. И появляется человек. Думаю. Херня какая-то. Бред. Так вот. Ребята. Зачем я вам это рассказывал. А затем. Что. Если сегодня. Говорю. В школе. Это для ребят. Школа. Что. Ребята. Сегодня. Надо блокчейн копать. То завтра вы будете с деньгами. А так будете. Вот как. Тогда Билл Гейтс рассказывал. А он понимал и верил. Вот. Будьте. На моей стороне. Потому что. Я себе. Еще. В девяносто девятом году. Ведь у меня видеомагнитофон появился. Один из самых последних. У всех были. И тогда я задумался. А что это у меня все последнее. Не. Я хочу. Чтобы я был первым. И сегодня я уже не верю. Там. В то. Что можно. Не можно. Я беру и делаю. И вы со мной будьте. И будете правы. Так вот. Ребята. Прежде чем закончить. Не было опоры. А сегодня. Есть потребность. 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 Сообщества. Это вот. Кружки. Это пусть будет. Инстаграм. Гугл. Фейсбук. Вы с большим сервисом. Мобильные сервисы. Блокчейн. То есть. Сегодня. Есть четкое представление. Широкое использование. И поэтому. Допустим. Давайте. Попробовать. Да. То есть. Потребность. При этом. Ребята. Потребность. Сформированная. Как она сформировалась. Вот возьмем. Гугл. Да. Гугл. Ведь Гугл сначала создали. А потом допетрили. Ага. Допетрили. А ведь 20 языков. Тяжело поддерживать. Забомбили ГО. Который четко направлен на большие системы. Вот Андроид. Платформа. На каких языках можно писать приложения для Андроид и ОС. На любых. Но. Разработчики JetBrains. Сообразили. Что Java. То. Ха-ха. Мощнейший язык. И устранив все вещи. Они написали Kotlin. Который теперь работает и с Web. И может за собой тянуть. Бесконечное количество библиотек Java. То есть Kotlin практически следует сейчас шаг развития Java. И при этом открывает все возможности. Вы мне скажете сейчас. Вот на этом фрагменте. Ай. Мне не интересно. Андроид приложение. Я хочу Python. Кто что-то отговаривает от Python. Ребята. Но я вас хочу спросить вопрос. Это важно. Мое поколение. Мы. Для нас сам компьютер. Сам Web. Это и было открытие. А молодежь. Нет. Они все в мобилах. Это другое поколение. Им удобно. И оно растет. Значит я подумал. Ну глупо. Не помогать. Удовлетворять потребности этому поколению. Я понял. Что следующий шаг. Это именно блокчейн. И мобильные приложения. Именно для меня. Я просто понимаю. Что это будет востребовано. В ближайшие годы. 10-15 лет. То есть. Это будет развиваться. Потому что это поколение с мобильными телефонами. Они более коммуникабельны. Это не плохо. Не хорошо. Вот они просто такие. И что я сделаю. Поэтому изучайте два языка. Как рекомендую. И когда сформировались потребности. Мы ребята не можем уже. Мы Си отодвигаем. Си плюс плюс. Мы понимаем. Что прекрасный язык Си плюс плюс. Ты теперь мне нужен. И если мне понадобится библиотека. Тогда я возьму тебя. А пока будь в стране. Java. Go мы определили. Kotlin Java мы определили Python. А вот Python мы можем поставить смело в центр. Что бы в мире не происходило. Мы потом можем переписать это на Си плюс плюс. Но чтобы сделать это быстро. Качественно мы делаем это с Python. Потому что Python просто это совпадение. Это просто человек который математики он сообразил. На тот момент он сообразил. Что надо написать язык который будет поддерживать библиотеки. Именно поэтому сегодня Python современен как Kotlin. Kotlin допустим написан конкретно ко времени когда развилась платформа Android. Четко начали понимать люди. Что очень непросто иметь ошибки. Очень непросто писать много кода и сделали Kotlin. В то время как Python сразу имел очень читаемый синтаксис. И расширялся за счет библиотек. Поэтому он современен и сегодня. Почему? Я же вам показывал. А что бы в мире не происходило. Все Python подхватывает. Значит это язык который можно смело брать и изучать. И всегда будешь в тренде. Вы поняли о чем я сказал? Что на самом деле идет миграция языков. То есть их перестановка. Все нет больше здесь платформы Windows. Уже вот эта платформа. Которая раньше опиралась. О чем мы раньше говорили. Это уже сформированные потребности. В зависимости от именно людей. И уже под эти потребности пишутся языки. Поэтому они точны. Поэтому они практичны. Поэтому они очень хорошо справляются своей работой. И сегодня уже невыгодно брать какой-то язык. И писать на нем все что угодно. Ведь Google не дураки. Почему они начали переделать? Мы с вами обсуждали это. Потому что неудобно поддерживать 20-30 языков. 2-3 это еще куда не шло. Да. Ребят. Ну что хотелось сказать. Я сказал. По крайней мере вы задумаетесь. То кто начал с этого видео. Значатся ссылки в описании видео. Собирайте изучать джанго. spb-tut.ru Покупайте по жизни доступ и вперед. Прочитайте обязательно. Я дам тоже ссылки. Как правильно звучать джанго. И хотите стать программистом. Здесь многие вещи. И здесь я приведу пока сейчас один пример. Вы знаете. Меня много ругают. Честно. Где-то я там с английского у меня плохо. Но учу уже потихонечку. Где-то я могу с ошибками писать. То есть пишу. Ладно. Но. С моей подачи начали программировать сотни людей. И вот с 2017 года уже начали приходить. И это приятно. Я сейчас скажу почему я это читаю. Там написал Александр Голанин. С Москвы человек. Мне просто нравится это сообщение. Да. Много воды утекло. Хотел вам сказать. Что получил работу. В банк взяли разработчикам. Уже почти 8 месяцев работаю. Все нравится. Не хвалюсь. Просто хотел сказать спасибо вам за вашу работу. Мне очень помогли уроки. И я не пожалел что учился. Для меня они были хорошим стартом. Стартом для самостоятельного дальнейшего изучения. Так это же и есть цель школы. Чтобы человек поставить на ноги он поплыл. А ведь 2 года назад человек разносил телефоны. И даже не мечтал стать программистом. И я даже сам не зная. Просто поучаствовал в жизни человека. Помог ему. Ребят. Поэтому вы меня можете ругать. И то был с ноской не так. Но по крайней мере я стараюсь помогать людям. Я не стараюсь помочь чему миру. Я стараюсь помочь кто рядом со мной. И основная задача. Чтобы люди начали программировать и пошли. И у меня это получается. Ссылки в описании видео. Все получится. Спасибо. Успехов. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok